Давайте мы будем постепенно двигаться дальше. Давайте мы донесуем еще что такое… Все конечно знаете… Как определяется геометрия окружности? Что за метр… линия? Мы берем некоторую точку, которой все одинаково удалено, она называется… Центр. 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 И мы также можем выбрать несколько дистанций как это называется Радус. 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 И тогда мы просто поднимем все точки на дистанции. Как-то это, конечно, вообще не получается. И это называется Собер. Или окружность. А теперь, где находятся точки и что можно сказать про точки внутри и снаружи окружности? Это что за точки, которых расстояние меньше, чем Радус. Здесь расстояние меньше, чем Радус. На окружности Главные радиусы. На окружности Главные радиусы. А вне окружности они меньше. Хорошо. Значит, давайте попытаемся нарисовать какие-то картинки. Представьте себе, что у нас имеется, там, допустим, прямая дорога, кусочек дороги, по которому идем на машине. А после этого, выйдя из машины, мы можем пройти максимум, ну, допустим, это будет 3 километра. А выйдя из машины, мы можем пройти максимум 1 километр. Пешком мы дальше, чем на 1 километр, уйти не можем. Спрашивается, куда мы можем доехать, куда мы можем добраться. Если у нас имеется отрезок, и мы по которому можем свободно перемещаться, а потом по полю, вне отрезка, можем пройти только 1 километр. Можете вы дорисовать? Мы должны взять каждую точку в этом отрезке, докуда мы доехали на машине, и провести, ну, давайте, в масштабе я это сделаю, 1-1 километр. Взять какую-то точку, и от нее провести окружность, и вот, значит, в каждой, вот у нас будет самая правая окружность, самая левая окружность, и вот так они образуют, ну, если это нарисовать аккуратно, получится такая штука. Значит, вот здесь крайняя окружность, и вот крайняя окружность, а дальше будет очень прямая. Ну, это еще надо доказывать, конечно, это прямые, но похоже, что это... Хорошо. Во bust .. ... ...